В музее истории Обнинска на днях открылась необычная фотовыставка. Точнее, выставка вполне обычная, а вот герои фоторабот особенные. Это дети с синдромом Дауна или солнечные дети, как их называют сами организаторы экспозиции. Коллекция снимков, сделанных профессиональным фотографом, получила название, тоже являются частью вселенной. Таким способом ее инициаторы пытаются донести до общества эту простую мысль. Дети с синдромом Дауна такие же, как все, а их семьи заслуживают большего внимания и уважения. Организатор события Ирина Овчарова признается, идея этой выставки никогда бы не пришла ей в голову, если бы у сына Филиппа, родившегося шесть лет назад, не выявили синдром Дауна. Сухой медицинский диагноз она заменила более теплой и, наверное, более правдивой характеристикой. Все эти дети солнечные, а значит, добрые, талантливые, чистые сердцем и обладающие особой интуицией. Мой сын талантлив, у него есть актерский дар, но есть проблема в том, что ему сложно соблюдать инструкции, поэтому ему иногда сложно находиться в некоторых местах. Сегодня он сказал, я не приду, я не стала настаивать, его не взяла, иначе бы он себя вел плохо. То есть, это люди, которые очень настойчивые, и эти дети, кстати, их нельзя сломить. Они чувствуют, куда стоит идти, а куда не стоит. У них очень сильно развита интуиция. Не такой, как все, еще не значит плохой. Эту простую истину для себя вынес фотограф Богдан Фостик, который сделал все эти снимки. Для него участие в проекте стало одним большим открытием. Они живут в своем мире. Они мало кого туда пускают, кроме родителей. Со стороны они видят, как какое-то угнетение, может быть, какое-то давление. Но я открыл этот мир ихний. Я понял, это же дети, как обычные дети. Просто им более надо внимания. На фотографиях, вошедших в экспозицию, собраны моменты жизни десятков маленьких и взрослых калужан, которых объединяет один общий синдром. Это и дети, которые воспитываются в семьях, и воспитанники полотня на заводского дома-интерната. Коллекция чудесных снимков продолжает пополняться. Сегодня это уже пять десятков портретов. На открытие выставки пришла и одна из фотомоделей. Татьяна Серова из Обнинска – обладательница множества талантов. Ее достижениям в спорте, театральном искусстве и рукоделии посвящена отдельная мини-выставка, которая совсем скоро пополнится еще одной наградой. Среди множества фотографий с Татьяной мы нашли одну, которая, пожалуй, лучше всего отражает ее жизненную позицию. Ее поза как будто говорит «Я многого добилась, я держу немало побед, верите вы или нет». То есть эта поза говорит о том, что вы говорили, что из меня ничего не будет, и вот вам. Я теперь все умею, и все могу. Это очень важно. То есть ребенок, вот для чего мы эту выставку показываем, что, ой, эти дети талантливые, эти дети могут все, если они попадают, соответственно, в хорошие руки. И даже хочу я еще раз сказать, я много всегда об этом говорю. Во-первых, огромное спасибо Центру доверия во главе вот с Даной Николаевной Бробышевой. Почему? Потому что мы там уже 20 лет, и если бы не этот центр, вот эти ребята эти, они бы сидели дома, ничего бы не видели, не слышали. Конечно, семьям с солнечными детьми далеко не все дается легко. Одна из главных проблем, которые называют сами родители – это шаблонное, неправильное отношение общества к особенным детям. В основном люди реагируют очень спокойно и доброжелательно. Но есть люди, которые не понимают, даже когда мне приходится извиняться и находиться в таком положении не очень комфортном для меня. Но мы как-то это переживаем. Ну, так тяжеловато, честно говоря. В Обнинском городском музее экспозиция, рассказывающая истории таких разных, но очень солнечных детей. Но ее авторы рассчитывают в будущем расширить границы и вывозить эти работы за пределы региона и даже страны. И обоснованием опять-таки служит название выставки. Ведь эти дети тоже являются частью вселенной. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ.